С именем Аллаха, милостивого и милосердного! Мир вам, милость Аллаха и его благословение! Добро пожаловать вновь на новую встречу нашей программы «Великие личности и назидания». Сегодня наш рассказ о выдающемся человеке, это сын дяди пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который вырос под его опекой и был еще мальчиком в момент начала пророческой миссии. Имя этого человека – Али ибн Абиталиб, да будет доволен им Всевышний Аллах. Набожный, богобоязненный, правдивый аскет, который ничего не желал от мирской жизни. Послушайте историю о некоторых моментах его жизни. Конечно, мы не сможем охватить всю его жизнь, рассказывая о нем даже часами. Это тот человек, который постоянно находился с посланником Аллаха. Он был первым юношей, который принял ислам. В момент начала пророческой миссии пророк Мухаммад и его сподвижники уходили в горные ущелья Мекки и молились втайне от своих соплеменников. Однажды Абиталиб увидел, как пророк доблагословит его Аллах или приветствует, и его сын Али совершает молитву и спросил их, чем они занимаются. А когда узнал правду, велел им проявлять твердость. Абиталиб на протяжении своей жизни оказывал поддержку и защиту пророку и его религии. Алиб на Абиталиб любил сильной любовью посланника Аллаха, про что сказали сподвижники в один из дней. Если у пророка есть любимчик, то это Алиб на Абиталиб. Пророк Мухаммад сказал относительно Али, что питает к нему любовь только верующий, а ненавидит его лишь только лицемер. Поистине он из семейства пророка Аллаха. Алиб на Абиталиб, в момент переселения пророка, Али была отведена самая опасная задача. Он должен был заместить пророка на ложе смерти, когда в дом вошли курайшиты, желая убить пророка. Каждый из них желал проткнуть его своим мечом. Так кто же находился на месте посланника Аллаха, на этом опасном месте, на ложе смерти, в эти ужасные мгновения? Это никто иной, как Алиб на Абиталиб. Мухаммад сказал ему, «Спи в моей постели и укройся моим плащом». Али совершил точно так, как повелел ему пророк. А курайшиты полагали, что в это время пророк оставался спать в своем доме. Отправляясь на одно из сражений, пророк оставил Али в Медине. Али взмутился, сказав, «О посланник Аллаха, как же ты оставляешь меня с женщинами и детьми?» А все мужчины отправляются с тобой, отважный герой. Лев, желающий усердия на пути Всевышнего. Но пророк ответил ему, «О Али, ты для меня подобен Харуну относительно Мусы, но только после меня не будет пророка». То есть твое положение передо мной, как положение Харуна перед Мусой. После переселения, родственная связь пророка и Али более крепла, когда пророк выдал за него замуж, почтенную женщину, госпожу среди женщин мира сего, Фатиму, дочку посланника Аллаха, которая была часть его. И как была прекрасна эта супружеская пара. Она родила ему двух имамов среди молодежи, питателей рая. Во время великих событий при Бадре, в начале сражения, язычники Курайшиты вызвали на поединок троих из числа мусульман. В бой вышел Хамза, Лев Аллаха, Убейда бнуль-Хариса и Али, сын дяди пророка. Несмотря на свой юный возраст, он являлся доблестным и отважным воином. В один момент они разделались с ними. Али, нисколько немедля, с легкостью, поверг своего противника и одержал победу. Во время событий при битве у Руа, один из числа язычников, который отличался огромной силой и храбростью, поклялся, что не состригет ни одного своего волоса, пока не убьет Мухаммада. Его имя было Амар ибн Абдульвуд. Со своими воинами он поджег ров и вызвал мусульман на поединок с ним, сказав, «Ну кто из вас будет сражаться со мной?» Многие испугались его, зная о его силе и храбрости. Но Али сказал, «Можно я, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха не желал, чтобы такой юнец выходил против такого сильного противника, но выбора не было. Самым отважным на то время был Али. Али сказал Амру, «Я буду сражаться с тобой». Амр посмотрел на него и сказал, «О, сыночек, уходи, в ваших рядах есть наиболее постаршие люди, я не хочу лежать тебя в жизни». Что же ответил имам Али? «Смотрите на его силу и отвагу». Он сказал, «А я, клянусь Аллахом, очень хочу тебя лишить жизни». Эти слова привели Амра в ярость, и он бросился на Али. Разразился жестокий поединок. Амр ибн Абдульвуд ударил Али по ключице и сильно ранил его. Испугались люди. Пыль поднялась столбом, бой ожесточился, и они оба скрылись за стеной из пыли. Шел неравный бой, опытный, отважный и взрослый воин против юного смельчака. Все люди затихли. Но неожиданно пророк услышал возвеличивание Всевышнего Аллаха. Все сподвижники кричали, «Аллах велик! Аллах велик!» Понял пророк, что Али вышел победителем из этого поединка, и он возвеличил Всевышнего Аллаха. Да, Али вышел из поединка победителем. Все сподвижники возвеличили Аллаха. Знаете ли вы почему? Потому что Али был воспитан на отваге и храбрости. Во время событий при Хайбаре посланник Аллаха сказал, «Завтра я вручу знамя тому, кого любит Аллах и его посланник. Какая заслуга!» Многие утверждают, что любит Аллаха и его посланника, но милость в том, кого любит Аллах и его посланник. Многие сподвижники возжелали этого, но самым достойным на тот день был никто иной, как Али бну Абиталиб. Пророк спросил, «Где Али?» Ему ответили, «Он мучается от болезни, которая поразила его глаза». Посланник Аллаха поплевал в его глаза, и он излечился, подобно как будто и не болел. Пророк вручил ему знамя, «Да, это тот человек, которого любит Аллах и его посланник». Али направился в сторону Хайбара. Навстречу к нему вышел нечестивый человек по имени Мархаб. Он являлся отважным и безжалостным варваром. Он объезжал людей на своем коне, кичась своей отвагой и силой. Таков был обычай арабов в момент разгара сражения. Кичась перед людьми, он распевал стихи, «Уже узнал Хайбар, что я Мархаба, боец, хорошо вооруженный и испытанный, в войнах, когда они начинаются, разгораясь». Кто же откликнулся на его вызов? Это был отважный смельчак Али. Он ответил на стихи стихами, «Я тот, кого мать моя назвала Хайдаром, подобен я страшному на вид льву, обитающему в лесах, и я погублю многих из вас». То есть, я не был выращен на слабости и мягкости. Моя мать называла меня львом. Моя мать, воспитывая меня, привила мне храбрость и отвагу. После начался поединок. Али, не затягивая бой, с легкостью поверх своего противника. Да, это доблестный герой, выдающийся сподвижник. Али, да будет доволен им Аллах. В то время, когда Али стал во главе правления халифатом, он был наиболее аскетичным человеком. Рассказывал один из сподвижников, что он видел Али, находящимся у михраба мечети. Из его глаз текли слезы. Он схватился за свою бороду и говорил, «О, Дуния, обольщай кого хочешь, но не меня. Я дал тебе таляк трижды». То есть, о, мирская жизнь, я развелся с тобой трижды, и нет возврата. Когда он находился в Куфе, ему подарили новый дом. Он удивленно спросил, «Что это?» Ему ответили, «Это твой новый дом, в котором ты будешь жить». Он ответил, «Клянусь Аллахом, я никогда не буду жить в нем». И вернулся в свое старое жилище. Его одежда, эта рубаха ценой в четыре дирхема, это имущество Али ибну Абиталиба, потому что он был убежден до глубины своей души, что эта мирская жизнь ничего не стоит. В один из дней его увидели трясущимся от холода. в тонкой старой рубахе. Его спросили, «О Али, ведь для тебя есть доля из общей государственной казны». Он сказал, «Оставьтесь эти деньги себе, это моя одежда, в которой я вышел из Медины». В один из дней имам Али вышел рано утром будить людей на утреннюю молитву. В этот момент к нему подкрался нечестивый преступник по имени Абдурахман ибн Мульджим, заблудший сектант Хаварич. Он подкрался к нему сзади и пронзил его своим кинжалом. После сбежал. Имам Али, истекая кровью, был отнесен в свой дом. Был пойман преступник. После чего он посмотрел на своего убийцу и спросил его, «Ты? Разве я не был благочестив к тебе?» Но таков нечестивый преступник. «Что вы думаете, сказал Али своим детям относительно него? Какая высокая степень справедливости и благородства?» Он сказал, «Относитесь к нему хорошо. Если я выживу, то является моим правом либо простить, либо наказать. Если же я умру, то лишите его жизни взамен за мою жизнь, но не посягайте на жизни других людей». Какой наивысшей степенью справедливости обладал имам Али? «Вышла благая душа имама Али навстречу милости своего Господа. Просим Всевышнего собрать нас вместе с ним в райских садах». Да, это великая выдающаяся личность. Изучая его жизнь, можно составить множество томов, описывая его поклонение, аскетизм, знания, усердие на пути Всевышнего. Это воспитанник самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Из причистого семейства его. До новых встреч, мои братья и сестры. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...